Болгарское читалище Я познакомилась благодаря фестивалю вышивки, который проходил в этом городе в начале сентября. А в конце сентября, когда Белослав отмечал День города, я опять приехала сюда на фотовыставку, посвященную фестивалю как значительному культурному событию. И доктор Роценгасев любезно устроил нам ознакомительную экскурсию по читалищу. Здание читалища было сооружено в 1976 году. Размеры его весьма внушительные, что сегодня доставляет немалые хлопоты в его эксплуатации. Ведь отапливать и содержать такое большое помещение недешево в современных экономических условиях Болгарии. Роценгасев говорит о том, что это типичное читалище для небольшого болгарского города. На втором этаже его находится центральное фойе. Здесь происходят наиболее важные официальные торжественные события в городе, если погода не позволяет провести их на улице. И большие размеры фойе предполагают, что здесь может собраться большое количество и жителей города, и гостей. Небольшой зал, который используется тоже для проведения значимых общественных мероприятий. Крыеведческие конференции ежегодные. И как часто вот эти крыеведские конференции проходят? Небольшие концерты. Интересно, что именно здесь проводятся и церемонии бракосочетания. Есть читалище, специальное помещение для проведения общественных дискуссий, обсуждений, круглых столов. Поэтому здесь и стол стоит круглый, говорит Роценгасев. В читалище работают всевозможные кружки для людей всех возрастов. Хотя посещают их, конечно, неработающие жители города, дети и пенсионеры. В первую очередь это кружки, связанные с национальной культурой, фольклором, обучением народным песням, танцам, различным видам народного творчества. Так реализуется одна из основных функций читалища – сохранение и передачи народной культуры. Именно поэтому в любом сельском и городском читалище Болгарии имеется этнографическая экспозиция и собирается краеведческая информация и артефакты. На базе Белославского читалища идет и обучение различным современным видам искусства, игре на музыкальных инструментах, бальные и современные танцы и многое другое. Ну и, конечно же, в читалище есть библиотека. Причем целых два зала – один зимний, другой летний, который отапливается. В залах библиотеки висят картины местного художника, на которых изображены всеми узнаваемые места родного города. А на полках стоят книги по истории Болгарии и самого города Белослава. Сюда приходят люди не только взять книги, но и посидеть здесь, почитать, пообщаться, воспользоваться компьютером, который подсоединен к интернету. То есть можно сказать, что сейчас библиотека, как часть читалища, и информационный центр. Да, точно така. Современный. Причем не само информационный центр, что то се заупотребляет с этого понятия информационный центр. И, като кажет информационный центр, забравят за книгите, които са тук в той библиотеке. И всех един ученик, пенсионер, работишь, може да дойде, да используя. Итак, благодаря доктору Роцену Гассену мы наглядно познакомились с читалищем, как уникальным явлением болгарской культуры. И увидели, что это не просто место, где хранятся книги. Это место, где хранится и передается из поколения в поколение культура народа. Продолжение следует...